Всем привет! С вами Александр Добромир и сегодня мы с вами тренируем ноги. В данной программе тренировок мы будем использовать только самые базовые, самые энергозатратные и самые эффективные упражнения. Такая программа тренировок подойдет как мужчинам, так и женщинам. Кстати, касательно женщин, часто знаете, смотрите ролики в интернете и видите программу тренировок для женщин, особенно тренировка их ног. Зачастую они похожи на какие-то сонные шоу с вращением головой, отведением ногами в стороны, с упражнениями, энергозатраты которых можно, они даже, наверное, до гимнастики не дотягивают. Я не понимаю, почему кто-то когда-то решил, что мужчины должны тренироваться тяжело, они должны приседать, они должны делать тяги. Женщины должны тренироваться, делая какие-то отведения, заведения, приведения, изолирующие упражнения в позах прогнувшихся кошек и чего-то там еще. Я вам скажу, что я работаю тренером уже очень давно и это все полная ерунда. Женщины должны выполнять такие же базовые, энергозатратные и тяжелые упражнения, как и мужчины. Ибо в других упражнениях вы не сможете выбросить достаточное количество гормонов, которые помогут вам сжечь жир и преобразить ваши формы. Итак, приступим к нашей тренировке. Четыре базовых упражнения по 20-25 повторений в каждом. За исключением выпадов. Там у нас будет немножко другая схема. Итак, поехали. Первое упражнение. Приседания. Приседания одно из самых тяжелых базовых упражнений. Его технику не так-то просто освоить. Очень скоро я выпущу видео, которое будет называться «Как научиться приседать». В нем я объясню, как легко можно научиться приседать. А пока кратко объясню технику приседаний. Суть заключается в том, чтобы вы садились и упор делали именно в пятки, а не на носки. Основная ошибка новичков, что они начинают делать упор на носки. И они начинают заваливаться вперед. Вы должны отводить таз назад и делать упор именно в пятки. И приседать таким образом, чтобы у вас колено не заходило за носок. Если вы будете делать упор на носки, вы будете заваливаться вперед. И будет идти очень большая нагрузка на ваши коленные суставы, которые со временем могут, мягко говоря, испортиться. Садимся до того состояния, когда ваше бедро будет параллельно полу или чуть ниже. И снова встаем вверх. До конца ноги не разгибаем. Немножко оставляем как бы буфер. Чуть-чуть не до конца. И садимся снова, чтобы наши мышцы были постоянно в напряжении. Исходное положение. Встаем, ноги чуть шире плеч, носки расставлены в сторону примерно под 45 градусов. Из этого положения приседаем, отводим таз назад, упираемся в пятки. Следим за тем, чтобы колено у нас не выходило за носок. Это сложное, базовое и очень эффективное упражнение, как для набора мышечной массы, так и для похудения. Похудение, похудание, наверное правильно будет похудание. Также для похудания и для придания ногам хорошей, красивой формы. Упражнение сложное, упражнение базовое, но скоро вы освоите технику выполнения приседаний. И это упражнение станет неотъемлемой частью вашей тренировочной программы. Приседания заменить нельзя ничем. Это фактически самое эффективное упражнение для ног, как для похудения, похудания ног, повторюсь еще раз, так и для набора мышечной массы в ногах. Многие девочки начнут переживать. Я не хочу себе такие большие ноги, не переживайте. Такие большие ноги у вас не вырастут, если вы не будете очень много кушать для того, чтобы у вас такие выросли. Такие большие ноги у спортсменов, которые достаточно питаются для того, чтобы у вас, у них были такие большие ноги. Если вы такие большие ноги не хотите и вы сидите на диете, такие большие ноги у вас не вырастут. Можете за это не переживать. Скорее приседаниями вы придадите им форму и поможете сжечь лишний жир. Между подходами мы во всех упражнениях на ноги отдыхаем примерно 1,5-2 минуты Между упражнениями мы отдыхаем примерно 2-2,5-3 минуты В зависимости от вашего уровня тренированности Выполняем 3-4 подхода по 20-25 повторений И переходим к следующему упражнению Это выпады Выпады не менее эффективные упражнения Основная нагрузка в котором ложится на бедра и ягодицы Особенно хорошо здесь тянутся ягодицы Если бы меня спросили, какое лучшее упражнение для тренировки ягодичных мышц Я бы с уверенностью ответил, что это выпады Сегодня мы будем тренировать ноги выпадами по следующей схеме Мы будем делать лесенку Итак, поехали! Делаем первый шаг вперед Выпадаем на ногу один раз Становимся в исходное положение Делаем шаг второй ногой Делаем выпад один раз Затем мы делаем одной ногой два раза И следующей ногой тоже два раза Затем делаем уже три раза одной ногой И соответственно три раза другой ногой В зависимости от вашей степени тренированности доходим до какого-то количества повторений Новичкам я рекомендую доходить до 5-7 повторений То есть вы доходите до 7 повторений Делаете одной ногой 7 повторений, второй ногой 7 повторений И на убывание Одной ногой 6, второй 6 Одной ногой 5, второй 5 Одной ногой 4, второй ногой 4 и так до одного. Это будет один подход. Таких подходов мы выполняем 3 или 4. Обратите внимание на технику выполнения упражнения. Старайтесь выпадать так, чтобы в нижней точке ваши бедро и голень образовывали прямой угол. Что касается глубины выпада, мы почти касаемся коленом пола. Можно даже немножко коснуться. Главное не упираться коленом в пол и не отдыхать. То есть касание и упереться в совсем разные вещи. Упираться не нужно, касаться можно. И так делаем 3-4 подхода. Отдыхаем 2-2,5-3 минуты. И переходим к следующему упражнению. Это приседания с широкой постановкой ног. Выполняется следующим образом. Ноги ставим гораздо шире плеч. Носки разводим в стороны. И выполняем таким вот образом приседания. Делаем 3-4 подхода по 20-25 повторений. И переходим к завершающим упражнениям. В котором мы будем тренировать ягодицы. Ложимся. Упираемся ногой. Вторую ногу мы выпрямляем. Или слегка сгибаем ее в колени. И вот таким вот образом мы отталкиваемся. Отталкиваемся до жжения в ягодицах. Затем, соответственно, меняем ногу. И делаем то же самое второй ногой. Каждой ногой старайтесь сделать по 20-25 повторений. Делаем 3-4 подхода и заканчиваем нашу тренировку ног. 3-4 подхода в 4 упражнениях по 20-25 повторений. Смотрите на вашу степень тренированности. Если вы можете делать больше, делайте больше. Эта программа тренировок предназначена для любого уровня подготовки. А если вам мало своего веса, можете повесить на спину рюкзак. В рюкзак мы кладем книги, либо какие-то тяжелые предметы. И выполняем упражнения с этим рюкзаком. Либо просто увеличиваем количество повторений. Ну вот, наша тренировка и подошла к концу. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если она вам понравилась, нажмите лайк. И подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих видео. С вами был Александр Добромирь. Пока!